Спасибо, Владимир Александрович. На самом деле, я хотел бы начать тоже с благодарности Академии Народного Хозяйства. И лично, Владимир Александрович, вас поблагодарить за то, что вы нас всех вместе собрали, и мы могли бы обсудить уроки по борьбе с пандемией в современном мире. Потому что, действительно, в этом году мы практически только этим и занимались, анализировали зарубежный опыт и в Академии Народного Хозяйства, и в нашем научно-исследовательском финансовом институте. Мы все время анализировали то, что происходит и, собственно говоря, на передовой этой войны в сфере здравоохранения, так и в тылу. То есть, как реагирует экономика, какие меры поддержки понимают те или иные страны. Действительно, человечество столкнулось с идеальным штормом. Мы видим, что сейчас практически во всех странах, кроме КНДР и Туркмении, есть заболевшие. На пике эпидемии в Бергамо, Италия, смертность превышала средние пятилетние значения в 9,5 раз. Понятно, что таких территорий с аномальной смертностью не так много на нашей планете, несколько десятков, но, тем не менее, именно эти экстремальные кейсы сформировали ощущение вот такой запредельной опасности этой пандемии. Ответные меры привели к колоссальному падению мирового ОВП. По оценкам МВФ Всемирного банка, это будет 5-6% падения мирового ОВП. Это многократно больше, чем то, к чему появел прошлый финансовый кризис 2008-2009 года. Там, напомню, падение было 0,1% ОВП. То есть, это в 60 раз больше, чем то, к чему появел самый масштабный финансово-экономический кризис за последнее время. Почему это произошло? Ну, действительно, вирус крайне опасный, неприятный. Предыдущие вирусы, с которыми человечество сталкивалось в последние десятилетия, отличались либо меньшей опасностью, как грипп, либо меньшей зарадонностью, как иные коронавирусы. Этот же вирус, по первоначальным прогнозам, обещал стать опаснее, чем испанка. То есть, опаснее, чем крупнейшая пандемия респираторного заболевания в современной истории человечества. Последующие оценки на графике, видно, позволили переоценить опасность этого вируса, как по его и продуктивному числу, так и по летальности. Но, тем не менее, он все равно остается лидером среди всех циркулирующих в настоящее время вирусов. Но главное, что в этом вирусе было наиболее опасное, это, как Владимир Александрович уже сказал, это то, что мы столкнулись с неизвестным врагом. Все первоначальные оценки, которые делались и медиками, и эпидемиологами в самом начале этого распространения заболевания, то есть в начале января, они были полностью пересмотрены потом. И то, насколько опасен вирус, и то, как он передается, и как его лечить, все это пересматривалось практически в ежедневном режиме. Страны обменивались друг другом опытом, но, тем не менее, в начале этот враг был абсолютно неизвестен. Отсюда и во многом такая жесткая и экономически болезненная, и социально болезненная реакция на этот вирус. Анна Юлина уже во многом рассказала про методы, которыми боролись с вирусом, это и тестирование, и карантинные мероприятия, и наращивание коечного фонда. Поэтому еще Михаил Альбертович Мурашек к нам присоединится, поэтому я не буду рассказывать долго про то, как с этим вирусом боролись, я не буду отнимать хлеб у коллег, перейду сразу к урокам, к тому, чему на нынешний момент нас научил этот вирус. Прежде всего, на мой взгляд, изменилась сама повестка развития здравоохранения, особенно в ведущих развитых державах. Если все эти, практически все последнее столетие было посвящено тому, что инфекционные заболевания постепенно вытеснялись на периферию повестки развития здравоохранения, их роль в смертности снижалась и снижалась. Поэтому в центре стала именно идея активного долголетия. Как нам сделать, чтобы люди не просто продлить продолжительность жизни, но продлить продолжительность здоровой жизни? Это стало в центре повестки. А инфекционные заболевания, казалось, что уже меры санитарии, научно-технический прогресс, система организации здравоохранения, эпидемиологический контроль, они уже настолько хорошо организованы, что это казалось, что это удел не очень развитых стран, такие масштабные эпидемии. Но это показалось, что это не совсем так, что эпидемии могут быть очень-очень опасны, в том числе по их влиянию и на продолжительность здоровой жизни. И это главный урок, что, в принципе, необходимо включить борьбу с новыми инфекционными заболеваниями в систему стратегических, национальных и, пожалуй, глобальных приоритетов. У нас в стране есть, соответственно, эпидемиологический центр, который осуществляет регулярный мониторинг угроз, моделирование эпидемиологической ситуации, консультирование органов государственной власти. И такие центры должны быть практически созданы в каждой стране, достаточно эффективно взаимодействовать друг с другом, необходимо наполнять их ресурсами. Я думаю, Анна Юйна не будет споить, что много ресурсов не бывает, и мне кажется, что и у нас здесь, в России, есть что сделать для того, чтобы усилить это направление. Если мы возьмем, собственно, сферу здравоохранения, то мы увидим, что на нее легла колоссальная нагрузка. Больные COVID-19 занимали 11% коечного фонда без учетов обсерваторов и незадейственных резервов у нас здесь, в России. А к оказанию помощи были привлечены более 20% медиков и среднего медицинского персонала. Очевидно, что система здравоохранения не может и не должна содержать резервы такого масштаба. И здесь у нас, соответственно, есть две крайности, обе из которых надо избежать. Одна крайность – это проигнорировать эту угрозу и жить, как жили. То есть не можем мы такие резервы себе позволить в системе здравоохранения, ну, значит, и не надо, значит, и не готовится, не надо. Очевидно, что этот путь неприемлемый. Второй тоже неприемлемый путь – это построить фактически альтернативную систему с большим количеством инфекционных коек и держать их всех в резерве под парами. Тоже, очевидно, не самый эффективный вариант. На мой взгляд, наилучшее решение – это повысить гибкость существующей системы, сделать так, что уже имеющиеся ресурсы можно было бы достаточно гибко перенаправлять от решения стратегических приоритетов, которые у нас всегда есть, то есть это работа на продолжительность здоровой жизни, быстро, в случае необходимости, переориентировать эти ресурсы на решение чрезвычайных ситуаций, таких как возникновение эпидемии. Что это означает поименительно к собственным медицинским сооружениям? Там, что очень ярким вопросом было, коек не хватало, ИВЛов не хватало, все время это дискутировалось, что будет, если и так далее. Необходимо принять новые требования к строительству и капитальному ремонту зданий медицинских организаций, обеспечивающие возможность безопасного развертывания оборудования инфекционных подразделений. Поэтому эти новые мощности должны предусматривать возможность разделения потоков чистой и грязной зон с устройством шлюзов, созданием дополнительных инфекционных палат при необходимости на базе общественных пространств и палат инфекционных проектов оборудования кислородной подводкой. Не буду еще перечислять все конструкторские изменения, которые необходимо принимать во внимание при капитальном эмоции и новом строительстве, но это надо делать с тем, чтобы фактически каждый медицинский объект при необходимости мог стать надежной базой для борьбы с эпидемией. То же касается людских ресурсов. Во всех странах мира, в которые успешно боролись с эпидемией, достаточно быстро удалось сформировать кадровый резерв из врачей и среднего медицинского персонала неинфекционного профиля. Но очень важно при этом учитывать индивидуальные риски привлечения к работе с инфекционными больными. Например, у нас в России мы не стали привлекать людей пенсионного возраста потому что к борьбе с ковидом. Они стали отзывать врачей, ушедших на пенсию, обратно на фронт, потому что это подвергло бы их колоссальным рискам. Таким образом необходимо создать регистр врачей и действующих, и бывших, где бы учитывались все их индивидуальные особенности, и при возникновении необходимости мы понимали бы, кого из врачей и среднего медицинского персонала можно привлечь к борьбе с той или иной эпидемией. То же самое, хороший опыт был у Южной Кореи. У нас в России тоже использовалось это посмотреть возможность использования немедицинских объектов, размещения гостиниц и общежития в качестве обсерваторов. У нас в России использовались гостиницы и общежития для того, чтобы медики могли там, по сути, там жить и не несли заразу в семью, и могли жить рядом с больницей, не тратили время на перемещение. В Южной Корее использовались гостиницы для обсерваторов, для легкобольных, что, соответственно, пократно повышало надежность соблюдения карантина. То же самое касается и перепрофилирования немедицинских производств. Нынешняя эпидемия, на мой взгляд, имеет одну большую особенность в части карантина. Если классический карантин – это про то, как обособить больных людей от здоровых, то карантинные мероприятия, которые, к сожалению, затронули большинство стран мира, касались того, чтобы обеспечить самоизоляцию практически всего населения. Во многом это явилось результатом того, что крайне трудно было отследить, в общем, кто больной, а кто не больной. Этот вирус очень коварен, много бессимптомных носителей, очень большой инвакуационный период, поэтому не удалось в большинстве стран мира разделить больных от небольных, и меры ограничительные были выплеснуты на все население. Конечно, с социальной точки зрения, это неприемлемый подход. И мне в этом плане снова нравится опыт Южной Кореи, где им удалось с помощью новейших IT-систем установить, по сути дела, отслеживать цифровой след людей и сделать систему прослеживаемости контактов. В результате они очень быстро понимали, кого надо тестировать, люди проходили тестирование, выяснялось, кто из них болен, и человека очень быстро отправляли, соответственно, на обсервацию, на карантин. Похожие решения, но не такие масштабные, применялись и в некоторых других странах. На мой взгляд, именно цифровое отслеживание контактов – это будущее в борьбе с карантинами. Понятно, что наш, конечно, обыватель, человека, простого человека, и меня тоже, такая перспектива не может не пугать, потому что это и права людей, и права на неприкосновенность информации. Но надо понимать, что нужно найти этот баланс между поддержанием одних прав людей на свободу перемещения, на занятия бизнесом, учебу, и право, соответственно, на неприкосновенность информации. Оба права должны соблюдаться, и нужно найти баланс между их соблюдением. Также при введении карантинных мер, конечно же, необходимо определиться с порядком введения ограничительных мер, что это за меры, когда они допустимы, какой режим, чрезвычайная ситуация, нечрезвычайная ситуация. Все это необходимо заранее обговаривать. Как оказывается медицинская помощь, регулярная медицинская помощь в таких непредвиденных условиях? Как финансируются медицинские организации? Все эти вопросы более-менее решались и у нас, и за рубежом, но решались с колес. Теперь мы живем в новой ситуации, когда неплохо заранее все это продумать и предусмотреть. То же самое необходимо заранее предусматривать меры поддержки лиц, находящихся на карантине, на дому, и возможность проходить карантин в обсерватории. Наверное, организаторы мудро ограничили нас 10 минутами, поэтому это я как раз сейчас подошел к второй волне и время стекло, ну, так называемой второй волне. Наверное, у нас будет на конференции возможность обсудить перспективы развития этого заболевания в дальнейшем. Я соглашусь с теми оценками, которые уже высказала Анна Юэна, о том, что это не вторая волна, это развитие заболевания. Вирус от нас никуда не уходил, он был все время с нами, просто это сезонный подъем этого вируса. Но теперь и наша система здравоохранения гораздо к этому более готова, и в популяции гораздо уже больше переболевших, в результате чего вирусу сложнее распространяться. Поэтому вот выражу такую общечеловеческую надежду на то, что сезонный подъем этого вируса не приведет к столь же жестким закрытиям, как это было весной. Спасибо. Спасибо.